Добрый вечер, уважаемые телезрители! С вами программа «Алхимия кино» и я, ее бессменный ведущий, Роман Романцов. Главным конкурентом нового фильма с Брюсом Уиллисом «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» на этой неделе станет российский боевик «Неуемная обойма» с участием одной из самых востребованных звезд отечественного экшн-жанра Алексеем Викторовым, а также с известной актрисой и певицей Ириной Тоневой. В эксклюзивном интервью нашей программе Алексей Викторов рассуждает, где бы он был, если бы не сцена и кино, размышляет о своем новом герое и о своих старых кумирах. Не знаю, ты гример, смотри сама. Где звезда? А где звезда? Ну звезда, она есть звезда. Как был, так и остался. Здравствуй. Привет. Как дела? Да ты не изменился почти. Извиняюсь, что опоздал. Федор Сергеевич затянул с финальной сцены, да еще это Москва, пробки. Здорово. Ну ты не волнуйся, мы недолго тебя задержим, полчаса, я думаю. Отлично, отлично. Я как раз курган-то успеваю. Супер. Игорь, у нас все готово? Минуты три. Минуты три. Слушай, как в кадре теперь мы? У тебя там что, на ты, на вы? Конечно, на ты. Даже такие вопросы я не знаю, чего ты задаешь. На ты, мы же не первый день с тобой знакомы. Да, да, сколько мы не виделись уже. Ну как школу закончили, так и не виделись. Хотя ты знаешь, я твои передачки смотрю, все твои выпуски. Прикольно. Ну а Германа давно видел? Тоже да, хотя я ему звонил буквально недавно, прямо со съемочной площадки. Блин, я не мог понять, как эту ситуацию строить. А, ситуация? Да, это да. До сих пор. Как он нам мозг вынимал, да, Сухи? Не, ну все равно его мудрые слова меня прямо направило на истину. Алеш, у нас все готово. Да? Тогда давай, ты готов? Да, все. Да, можем, я думаю, начинать. Ну так, начинаем, да? Да, да. Внимание, кишина в студии, мотор, начали. Итак, у нас в студии Викторов Алексей, и мы говорим о его новой актерской работе. Алексей, ваш фильм собрал небывалую сумму для российского проката. 22 миллиона долларов. Это успех. Я хочу вас поздравить, поздравляю вас. Спасибо, спасибо. Есть разные мнения о причинах успеха. Я слышал, некоторые продюсеры, дистрибьюторы, они связывают причину успеха именно с твоим участием. Твоя мужская харизма позволила привлечь кинотеатры значительную часть женского населения нашей страны. Нет, ну, мы, конечно, можем говорить о том, что женская часть населения ходила смотреть на меня и ходит, а мужская половина на Ирину Тоневу, ну, это же будет абсолютно неправильно. Давайте мы не будем забывать о всей нашей команде. А, кстати, об Ирине. Как ты оцениваешь ее актерские данные? Ведь, насколько мне помнится, у вас сложился такой тесный, такой гармоничный дуэт за годы вашей совместной работы. Сомневаюсь в ее актерском даровании нету смысла. Ирина профессионал, и она работает на все сто. И я получил колоссальное удовольствие, работая с ней. На площадке у нас не было полное понимание и доверие друг другу. Ну, если говорить о доверии, вот у меня тогда возник следующий вопрос к вам, Алексей. А почему все женщины так доверяют вашим героям? Может быть, это какая-то магия, алхимия? Это секрет. Не, ну, возможно, если бы ты был женщиной, ты бы, может быть, это понял, почувствовал, но... Ну, хорошо. А свою актерскую работу, как бы ты ее оценил? Ну, зачем же мне оценивать свою актерскую работу? Ее оценивает зритель. Ну, а судя по сборам, она никого не напрягает. А другие твои фильмы, они же были не такие успешные, что касается вот сборов. Ошибка пилота, трудный путь, как лишение или приказ в три торпеды. Фильмы более ранние твои. О них зритель, он как бы не знает. Но я думаю, эти работы тоже заслуживают. Упоминания. Мокрая булава. Тополиный пушок. И, конечно же, влажная перезарядка 2. Мне очень приятно, что вы разбираетесь в моей фильмографии. Теперь я понимаю, почему вы бросили режиссуру и стали копаться в чужих успехах. Ну, знаешь, мне и здесь неплохо, Алексей. У каждого у вас здесь своя тема. Стоп, 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 послушайте сюда. Вы о чем вообще говорите? Вы работаете в формате, мы говорим о доме кино. Куда вас понесло? Давайте-ка все перепишем заново. Я готов. Роман. Роман. Да. Пишем в студии. Начали. Итак, у нас в студии Алексей Викторов. И мы говорим о его актерской, новой актерской работе. Алексей, ваш фильм собрал небывалую сумму для российского проката. 19 миллионов долларов. Мне хочется вас поздравить. Поздравляете? Я поздравляю вас. Спасибо. Продюсеры на фильм не поскупились. В нем просто нереальное количество спецэффектов, компьютерной графики, фантастическая работа пиротехников. Такого количества лютых террористов, которые все минируют. Куча пиротехник. Как вы думаете, может быть, именно это послужило успеху, Алексей? Я думаю, нашего любимого зрителя очень сложно обмануть. Зритель уже не ходит просто на какие-то фейерверки. Он насмотрелся вдоволь. Значит, там есть хорошая история. И хорошие герои. Да, такие, наверное, как ваш герой доктор Орбидолов. Да, такой цельный, гармоничный, такой эмоциональный. Настойчивый герой нашего времени. Да, вам нравится ощущать себя таким персонажем? Мне нравится то, что мы с вами не просто знакомые люди, но и люди, которые разбираются очень хорошо в кинематографе и могут это донести до зрителя. Да, да, конечно. Только я это делаю с экрана в кинотеатрах, а вы с экрана телевизоров и в этой маленькой душной комнатке в бывшей булочной. Господа, давайте-ка остановимся, еще раз подумаем. Вы что делаете? Все, о чем вы говорите, это, по-моему, вообще просто бред. Может быть, где-то это и возможно, но у нас в студии такого не будет. Давайте, не выпустим здесь. Леша, извини меня, пожалуйста, да, я, ты знаешь, я не хотел, просто, знаешь, все-таки. Все нормально, да, снимем это. Давай, давай сделаем, потому что у нас безруков когда? Безруков когда приходит? Вот еще и безруковый вспомнил. Ладно. Двадцать минут. Леша, я тебе серьезно говорю, прости, что-то я не смог удержаться, ты знаешь, почему. Да забыли, ладно, забыли, забыли. Давай запишем, хорошо. Я готов. Давайте серьезно, раз, два, три, начали. У нас в студии Алексей Викторов. И мы говорим о его новой актерской работе в фильме «Неуемная обойма». Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Прежде чем вы расскажете о своей новой работе, мне бы хотелось задать вам один вопрос, который мучает меня достаточно давно. Как вы думаете, в чем основная миссия кинематографа? Ну, буквально, буквально недавно я услышал такую мысль, запомнил ее, она мне очень понравилась, что кинематограф нам нужен для того, чтобы на время забыться и уйти от реальности. Ну, хорошо. А как у самих актеров обстоит дело с реальностью? Ведь у них такая подвижная психика. Я даже не знаю, что вам ответить. Вот прям так и норовительно меня повесить свой какой-то интеллектуальный юрлык. Ну, а как же? Ну, снимите его, я вам не какой-то там интеллектуал. Я вот нанести тяжкий телесный в кадре, я могу, знаешь как. Ну, то есть это получается правда, Алексей, да? Вы все время играете самого себя. Кого вы ни возьми, афганца, агента ФСБ, это всегда перед нами Алексей Викторов, да? Любые ваши работы, это игра в одного Викторова Алексея. Ну, я же говорю, я не знаю. Я знаю точно, что это нормальный экшен. То есть получается что, Алексей, получается, что вы всегда сидите в коробочке с экшен-героями, да? А вам не хотелось попробовать себя в каком-нибудь новом жанре, а? Может быть в музыкальной комедии? Ну, давайте рассматривать так. Кто-то умеет петь, а кто-то бить. Стоп, стоп камера. И мой инстинкт мне подсказывает то, что моя сила не лежит в музыкальной комедии. А где она, сила ваша? Это инстинкт. Слышал о такой штуке? Не больше и не меньше. Это ты здесь сидишь и рассуждаешь, и анализируешь о характерах, а я чувствую и делаю. Да ты думаешь, что твои фильмы кто-нибудь будет смотреть? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты себя считаешь звездой. А ты себя кем считаешь? Клоуном? Иди в жопу, алхимик, со своей химией, ясно тебе? Слушай, Игорь, ясно. Слушай, Роман. Слушай, хорош, я тебе... Я не знаю, что ты кипятишься, я тебе об этом уже говорил. Я тебе говорил то, что у нас сыра ничего не было. Все, успокойся. Сколько времени, кстати? Сколько? Сейчас без рук придет. Блин, я к этому... Да пошел этот без рук. Курган-то еще опоздал. Может, пивка? Как старый добрый времен, а? Ну, давай пивка. Не кипятись. Да было у тебя все. Пойдем. Пошли, пошли. Я же видел. Ну, ты просто скажи мне один раз это, и все, я забуду. А, кстати, круто... Скажи мне, ты мне скажи, что круто, скажи. Рассуждаешь и выводишь какие-то анализы о характере. А я чувствую и делаю, вот и все. Да, и потом кто твои фильмы будет смотреть? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты себя звездой считаешь. А ты себя кем считаешь? Клоуном? Иди в жопу, алхимик, со своей химией. Ясно тебе? Иди в жопу, алхимик, со своей химией.